Людмила Павлова не нарадуется своей новой квартире, а прежней, которая расположена в посёлке Кепша, говорит так, жила от дождя до дождя. Каждый ливень вода в доме была постоянным, хотя и непрошенным гостем. Всё из-за реки, которая выходила из берегов. В программу по переселению Соченко попала в 2012 году. Понимаете, чтобы вот в наше время получить жильё, просто так, по переселению, ну это просто, это, это, я говорю, это подарок с небес. Новая квартира почти в два раза меньше прежней. В посёлке у пенсионерки было более 60 квадратов. Правда, лишь 14 из них были оформлены официально. Остальная площадь – так называемые самовольные постройки. Через суды претендовать при переселении на большую жилплощадь Людмила Павлова не стала. Говорит, бесполезно. Фемида в этой ситуации непоколебима. С задним числом оформить пристройки всё равно не получится. Глава города потребовал от заместителя по ЖКХ разъяснять всем переселенцам, что нарушать закон никто не будет. По закону вы имеете только вот такие права, то есть переселяться из квадратного метра в квадратный метр и в границах муниципального образования. Чтобы у наших людей не было иллюзий о том, что им кто-то поможет, имеется в виду адвокаты, которые просто деньги с ними возьмут и ничем не помогут. А они потеряют время и останутся опять у разбитого корыта. И всё-таки некоторые переселенцы идут ва-банк, судятся. И как итог продолжают жить в аварийном жилье. Из-за этого до сих пор некоторые дома, признанные аварийными, ещё по адресной программе 2011-2012 годов, не получается расселить. Впрочем, несмотря на сложности, работа по переселению продолжается. Сейчас в городе действует уже вторая адресная программа. Стартовала она в 2013 году и закончится в 2017. В 2014 год мы расселяем 8 домов. На сегодняшний день по конкурсу уже выбран подрядчик. Это та организация, которая нам предоставит квартиры. Мы приобретаем у них 99 квартир. Значит, 66 квартир – это в двух домах, которые уже построены. Имеется разрешение на ввод. Сейчас заказчик регистрирует своё право собственности. И 33 квартиры – это в том доме, который в течение двух недель получит разрешение на ввод. И мы будем уже туда отселять людей. Уже определён фронт работ на этот год. По 122 квартирам городские власти готовят документы к отселению. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».